В рамках создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства и снижения арендных платежей в торговых комплексах Берекет Грант и Берекет Универсал выявлены факты мошенничества в особо крупном размере в отношении своих торговцев, сообщили в ГКМБ. Установлено, что двое руководителей Берекет с 2017 года по настоящее время, вступив в преступный сговор в целях мошеннических действий, принуждали арендаторов заключать в торговых комплексах фиктивные договоры купли-продажи коммерческих площадей без выдачи правоудостоверяющих документов, стоимость которых составляла от 500 до 1000 долларов за квадратный метр под угрозой их расторжения. Более того, преследуя цель незаконного обогащения за счет торговцев, администрация заставляла торговцев при заключении договоров купли-продажи, минуя кассу оплачивать теневые откаты в размере от 500 до 1000 долларов, которые использовались администрацией в личных целях. После фиктивной продажи торговых мест с предпринимателей также взымались арендные платежи в особо крупном размере. В случаях, когда фиктивные владельцы коммерческих платежей перепродавали свои места другим лицам, последние, согласно инициативе и принуждению руководства Берекет по договору на заведомо невыгодных условиях, уплачивали 100 тысяч сомов за переоформление места, что создавало тяжелые условия для ведения бизнеса. При этом в указанных торговых комплексах не были созданы соответствующие условия для предпринимателей. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанный и во двориной ВВС СИЗО ГКМБ, учредитель ЗАО Берекет и президент компании за реализацию обманным путем незаконных сборов денег за аренду и продажу торговых мест. В свою очередь, в рамках проводимой политики государства по улучшению условий для торговцев Берекет, для 90% арендаторов снижена аренда всего на 10%, при том, что в СМИ была распространена недостоверная информация о снижении аренды на 30%. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных данному факту лиц.